Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала. Сейчас будет очень небольшое, но важное, ценное и для здоровья, в том числе, видео, информация для вас. А послужило к этому видео, которое я сейчас записываю, такая причина. Я как-то моему сотруднику стал говорить, ну, к слову, к беседе про хрустали. Я говорю, а вы в курсе, что тот хрусталь, который стоит у вас в трюмо, ну, скажем, там в горке, в стенке, вот эти фужеры, бокалы и так далее, современные СССР, мамины, дедушкины и так далее, не являются хрусталем. То есть мы их называем хрустальными, думаем, что это хрусталь, на самом деле это не хрусталь, а стекло свинцовое, то есть стекло, в которое добавлен определенный процент свинца. Он был в шоке. Как так? То есть все понимают, что свинец вреден, а свинец и в воду переходит, когда человек пьет, особенно газированные напитки. И просто был мой сотрудник в шоке. Он говорит, надо обязательно снять видео на эту тему, люди это точно не знают, я не слышал, мои знакомые, все находятся в неведении. Так вот, снимите это видео. Что же я сниму? И сейчас вот это делаю. Более того, сейчас вы прослушаете малюсенькую такую ценнейшую информацию, а потом я вам покажу, распакую специально уникальное изделие, которое сделано действительно из горного хрусталя, из хрусталя, а он может быть чистый, горный хрусталя, минерал. Так вот, я о нем вам расскажу и покажу, и расскажу про уникального человека, который единственный в мире сейчас обладает такими технологиями, золотыми руками, гениальный изобретатель и художник, который творит вот эти шедевры произведения искусства. Этим мы и закончим сегодняшнее видео. Итак, наслаждайтесь, получайте важнейшую информацию, и учтите ее в своей жизни. Приятного просмотра. Хрусталь и хрустальное стекло. Этим коротким видео я подарю вам еще одну возможность прожить дольше и быть здоровее, и не допускать грубых и фатальных ошибок, которые приводят людей, при равных прочих факторах, к серьезным заболеваниям. Вы думаете, что у вас в буфете стоит хрусталь? То есть хрустальные бокалы, вазы, а на потолке висят хрустальные люстры? Не заблуждайтесь, это не так. Вы, конечно же, слышали, что многих царей и бояр раньше травили ртутью и свинцом, ну, через еду и напитки. Но вы, скорее всего, не знаете, и этому я удивлен, что ваши любимые фужеры, которые вы называете хрустальными, таковыми вовсе не являются, а являются хрустальным стеклом или хрусталем свинцовым. Когда вы пьете из них, тем более шипучие напитки, кто, конечно, это делает, вот из этого стекла, псевдохрусталя, в жидкость переходят атомы свинца, которыми вы травитесь в течение жизни. А этот тяжелый металл является канцерогеном и онкогенным фактором. Он накапливается в организме и не выводится самопроизвольно из него в течение всей жизни. А накопительный эффект является катализатором очень серьезных болезней и добавляет еще один фактор к иным патогенным факторам, которых сейчас в современной жизни. У современного человека и так через чур. Давайте совсем кратко. Как же делают хрустальное стекло, которое вы называете хрусталем? Да, совсем немного рекламы про мои видео. Смотрите мои видео, не ленитесь. Практически на любую проблему со здоровьем у меня на канале есть видео. А значит, есть пути решения той или иной проблемы. Можете просто набрать фролов гипертония, фролов поджелудочная железа, фролов лимфатическая система, фролов грибки или фролов паразиты и так далее. И скорее всего, вы найдете интересующую вас тему. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Вот что выходит у профессионалов, когда они смешивают песок, соду, мел, селитру, борную кислоту и белила и добавляют побольше свинца. У них получается хрусталь. Сейчас некоторые производители отказываются от свинца, поскольку растет грамотность населения. И вместо оксида свинца добавляют, к примеру, кремний или титан. Но не обольщайтесь. Старинный фамильный хрусталь, дорогущий, бакара, является не хрусталем, а свинцовым стеклом. Справка. Бакара, марка хрусталя и его производство во Франции, французской мануфактуры. Вониш-бакара, сделавшая хрусталь известным во всем мире, началась 250 лет назад и продолжается по сей день. Ну а разновидности хрусталя бывают такие условно. Хрусталь природный, горный. Это природный кварц. О нем я подробнее поясню далее. Богемский хрусталь, он без содержания свинца. Это так называемое калиекальцевое стекло. Но это не хрусталь, все равно в любом случае это условное название. И барьевый хрусталь, тоже условное название. Там вместо свинца в этом стекле барий. А вообще хрусталь свинцовый или хрустальное стекло было изобретено 350 лет назад в Лондоне ученым Ровенкрофтом. С тех пор эти изделия получили широкое распространение по всему миру и все помнят советских времен в буфете стоящий хрусталь как отражение достатка и благополучия советской семьи. А содержание окиси свинца в таком виде хрусталя, на правильное говорить свинцовом хрустале, колеблется от 6 до 36%. Так-то. А вот горный хрусталь это природный минерал. И он представляет собой чистый диоксид, то есть двуокись кремния. Горный хрусталь это прозрачный бесцветный кварц, разновидность кварца. Он является одной из кристаллических модификаций кремнезема Силициум-О2 с частотой 99,09%. Он чистый как слеза и неописуемо красивый в виде друс и отдельных монокристаллов. Часто горный хрусталь бывает с различными включениями. Облачка, вуали, радужные трещины, мутные или темные вкрапления. Это все вы можете наблюдать, рассматривая так называемые магические шары из чистого горного хрусталя. Ну а в природе кварц имеет вид таких кристаллов, характерных с шестью гранями и вершиной. Внешне такие кристаллы напоминают форму толстого карандаша. Горный хрусталь является минералом, который используют ясновидящие ученые. Его используют маги, колдуны, всех мастей. Ну это все вы знаете и из жизни, и из фильмов, и из телепередач. А теперь внимание. То, что я обещал рассказать подробнее. Уникальный человек Владимир Иванович Муляр. Один из нескольких мастеров во всем мире, которые владеют искусством изготовления из горного природного хрусталя произведения искусства. Его шедевры создаются из настоящего горного хрусталя при температуре 1700-2000 градусов по Цельсию. Материал затвердевает после расплавления в течение 1-2 секунд. И за это короткое время в руках мастера и рождаются произведения. И это необычайное филигранное искусство. И такое, конечно, хрупкое и вечное произведение искусства, оно является шедеврами и восхищает человека своей красотой, изяществом. Вот автор этой уникальной технологии обработки горного хрусталя создал ряд ноу-хау, изобретений. И вот эти изобретения, технологии, они стали итогом его более чем 40-летней работы, исследовательской, опытной. А ведь горный хрусталь почти непригоден для термической обработки. Дело в том, что его твердость равна 7 единицам по шкале Моаса и приближается к твердости алмаза, который имеет 10 единиц. Так вот, температура размягчения горного хрусталя до необходимой консистенции, чтобы творить произведение искусства, 2000 градусов, в то время как многие металлы плавятся уже при 1000 градусах по Цельсию. А это значит, что ни одна пресс-форма не выдержит температуру размягченного горного хрусталя. Поэтому нет в мире специалистов в данный момент, которые способны создавать из этого материала художественные произведения. Сегодня известен лишь один человек такой. Наш современник, и имя его Муляр Владимир Иванович. Все его работы эксклюзивны и до сих пор не повторены ни одним стеклодовом мира. Эти произведения хранятся в коллекциях президентов и королей. Они дарились главами нашего государства со времен СССР, лидерам других государств. И мало сказать, что изобретенная мастером технология изготовления композиции из горного хрусталя уникальна. Достаточно сказать, что соединение двух газовых потоков, специальных горелок, которые он изобрел, обеспечивающих необходимую температуру горения, создает шум, подобный реву реактивного двигателя и составляет 105 дБ. В том числе и из-за этого, из-за особой технологической сложности, у мастера до сих пор нет учеников, которые могли бы повторить данные произведения. Я лично знаю данного мастера и 15 лет назад приобрел у него один из шедевров лично для себя, для семьи, непосредственно из рук самого мастера. Я не доставал это изделие, это произведение мастера 10 лет, и вот теперь специально для вас впервые за эти годы я распаковал и показываю его вам. Поверьте, свет в данной комнате, конечно же, не отражает красоту. Я подсвечиваю желтым светом. Надеюсь, это видео было поучительным, очень важным. И, пожалуйста, больше никогда и ничего не пейте из хрустальных бокалов. Помните, что это не хрусталь, а свинцовое стекло. Не травите себя и ваших близких. А также помните, что такое хрусталь, горный хрусталь и изделие из него. Будьте знающими и не обманывайтесь. Поправляйте тех, кто находится до сих пор в неведении. Помогите своим близким. Ну и, конечно же, кто еще этого не сделал, подписывайтесь на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о выходе моих новых видео, и вы их сможете просмотреть и не упустить. Да, и знайте, что вывести из организма тяжелые металлы, в том числе свинец, можно, но только одним способом, о котором я уже говорил подробно в своем видео. Гриб-дождевик непременно его посмотрите. Ссылочка будет под видео, как всегда. Ну что ж, здоровья вам и благоразумия, дорогие друзья. До новых встреч. Смотрите все мои видео. Они очень важны для жизни. Всего хорошего. До свидания.